у нас с вами семинар который называется множество причем вот это уже не первый семинар да то есть принципе у нас был предыдущий семинар вот я даже специально открою те слайды которые показывал на предыдущем семинаре все дело в том что мы продолжаем семинары и скажем так нам прошлый раз довелось немножко разговаривать о списках мы пытались разобраться вообще пользоваться этой коллекции которая называется списке удобно или нет и так как мы сегодня продолжаем ну наверное два слова все-таки надо сказать чего вы договорились прошлый раз ну что такое списке я думаю все прекрасно представляет у нас есть элементы которые выстроены в цепочку каждый элемент может указывать на то где находится в памяти следующий может указывать на то где в памяти находится предыдущий но самое важное для нас это было обсуждение в прошлый раз вот такой таблицы где мы сравнивали списке или точнее связанные списке с тем что в общем то есть как готовые практически во всех наверное языках программирования а именно массив и сравнивая разговаривая об этом вот эту таблицу привели и давай час по диагонали посмотрим что получается здесь для нас интересно в этом сравнении смотрите вот два столбца связанный список и рядом столбец массивы или там динамический массив которых какая-то заложена рот пола логика возможности роста увеличения этого массива и соответственно есть возможность добавлять удалять или нет вот смотри получается очень интересная ситуация то что хорошо у массива там где стоит оценка времени единицы да то есть единица это означает что она не зависит от числа элементов сто элементов 10 миллионов элементов а время доступа к элементу в массиве одинаково это это идеальная идеальный вариант видите да массивы идеальный а у связанного списка наоборот оценка зависит от числа элементов чем больше тем дольше будете искать добираться до нужного элемента потому что это связанный список но если смотреть дальше например какие-то возможности массив реализуют хуже намного да например добавление элементов в динамический массив где-то возможно приведет к смещению это зависит от размера массива значит оценка будет соответствует числу элементов время до временная оценка а у связанного списка здесь единицы если так посмотреть здесь n здесь единицы здесь там понимаете наоборот да и вроде как бы глядя на эти две коллекции может сложиться впечатление что достаточно двух направлений массивы там со своими вариациями и списки со своими вариациями и вы все необходимые алгоритмы перекроет ну это именно только впечатление к сожалению потому что есть ну скажем так еще одна строчка которая здесь не была приведена зачем если никто не может нормально реализовать а именно поиск вот что хотел сказать часто но в целом наверное да необходимость поиска элемента это тоже стандартная задача может быть не такая частая как добавление или удаление но почему не представим себе ситуацию да у вас есть огромный список не знаю там сотрудников ну ладно их не может много тысяч но если взять хотя бы город небольшой тоже много тысяч и вы должны будете в этом в этой коллекции которую вы выкачали из базы допустим проверить а если такой 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 как сделать случай связано списка нет никаких алгоритмов вообще вам придется пройти по всему связанную списку значит оценка времени будет соответствовать число элементов то есть будет в скобочках не единица а если взять массив и представьте нам повезло он отсортирован кому-то можно за это отдельное спасибо за благодарность объявить что вы получили отсортированный массив ну допустим сделали грамотный запрос базу который вернул их упорядочен и даже в этом случае почти в идеальном варианте у нас нету возможности получить нужные нам данные за один шаг нам придется используя какой-нибудь алгоритм например бинарного поиска до делить пополам делить пополам делить пополам делить пополам но это уже н шагов поэтому ситуации где постоянно требуется поиск получить какой-то действительно производительный вариант просто не получится и вот это показывает то что да нужны еще вариант коллекции обязательно нужны еще варианты коллекции и вот то что мы сегодня и будем разбирать это соответственно и есть та самая коллекция которая называется множество и соответственно именно эта коллекция должна нам обеспечить какие-то новые возможности поиск именно будет поиск давайте смотреть что у нас получается что это за коллекция множество и так определение да важно является здесь то что в принципе коллекции это как и списки состоит из одинарных элементов вот следующий наш семинар а где будут хэш таблицы там хранится ключ значение пара элементов нет множество это один элемент и чаще всего конечно существует исключение люди которые реализуют разные коллекции и иногда идут нестандартным путем но чаще всего множество это именно не повторяющиеся элементы согласитесь что какой смысл хранить множестве два абсолютно одинаковых объекта если вам их надо считать количество это другая история тогда берите следующую коллекцию которую мы будем разбирать уже на следующем семинаре какой-нибудь там хэш таблицу а здесь не повторяющийся объект специальное какое-то время потратил посмотрел ну понятно что есть теория множества математика да но было интересно другое а в каком языке когда что где вот это были реализованы множество вот где-то там википедии нашел что в паскале не проверял может быть тут и раньше сделал вот так оценка скажем так паскаль жить язык достаточно но не старинный язык это какие годы где-то конец семидесятых наверное что за то есть это наверное восемидесятые годы так что множество как коллекцию программист уже могли использовать ну а сегодня как написано дальше ради бога берете любую библиотеку любого языка объектно ориентирована да пожалуйста эти множество есть везде и чаще всего в названии как раз вот это слово которое там наверху сет написала но присутствует потому что но от английского так как все названия стараются строить от английского все это есть и так для нас важно что реализация самой идеи хранения неповторяющихся объектов и нужно реализовать к нему быстрый доступ но вообще-то конечно возможно разными способами вот смотрите основное основное различие может быть том что в множестве лежат элементы как попало ну нет ладно внутренние есть определенная организация множество но когда вы добавляете новый элемент еще один новый добавляете элемент множество то то как они печатаются на экране меняется например они не будут упорядочены там по росту какой-то характеристики по цвету по алфавиту из этой фамилии название какие-нибудь прочие они могут быть соответственно не упорядочены а могут быть наоборот что вы добавляете еще одно сотрудника а все равно когда про просите распечатать все данные из множества они будут по алфавиту и добавление очередных сотрудников это не нарушает и не надо там внутри делать сортировку этого не требуется оно само при добавлении всегда остается упорядоченным но здесь однозначно в этом случае мы естественно теряем скорость ну понятно если добавлять элемент нужно не не как попало а все-таки строго по определенной некой логике конечно на это некоторые дополнительную идут операции секрета никакого нет как это реализуется что было сортировано там используют бинарные деревья внутри коллекции используют другую коллекцию это нормально но мы сегодня будем брать тот вариант который основным является который не упорядочен потому что там нету потери скорости для нас сейчас будет основным а вот уже когда мы захотим посмотреть как это сделать чтобы было сортировано упорядочено бинарные деревья и хэш таблицы все это будет вместе это будет следующий семинар сегодня больше про меня ничего не буду говорить хватит и так уже все понятно что будет на следующем семинаре но займемся сейчас исключительно множествами те которыми таки которые реализованы быстро и так задача выглядит достаточно непростой если у нас есть миллион элементов очень бы хотелось чтобы я сказал а есть допустим и пусть это название товаров пусть это название там фамилии сотрудников я беру вот это название и умножиться спрашиваю есть и мне за один шаг отвечать да или нет соответственно собственно если есть не нужно его оттуда доставать оно и так у меня в руках это название если мне говорят нет я могу добавить новый элемент или там еще какие-то произвести действия но вот этот ответ должен быть как можно быстрее да и возникает вопрос а как же это тогда в памяти надо каким образом все это расположить чтобы за да какой-то там я не знаю буквально один одну операцию одну итерацию не из миллиона могли сразу сказать вот он твой забери товар и возникает вопрос а какая же характеристика должна быть у каждого элемента какая-то особенность должна быть которая бы нам позволила отличать одно от другого не по названию это неудобно а какая-то другая характеристика более простая более скажем что численная и это хэшкод про хэшкод все слышали все хэшкод любят все хэшкод знают хэшкоды разные хэшкод мы не будем заниматься специально серьезно на потому что сами хэшкоды функции которые генерируют хэшкоды это по сути отдельные отдельный разговор это отдельный след я видел такие готовые статьи в интернете можно найти на форумах но там надо разделять есть криптографии там своя система а у нас здесь языках программирования коллекции множества или те же самые хэш таблицы они требуют просто качестве хэшкода целого числа 4 поэтому немножко проще будет механизм генерации хэшкодов что такое 4 байт плюс минус 2 миллиарда но считаете от нуля это не принципиально как вам удобно диапазон вполне понятный и важно при генерации хэшкода скорость потому что если вы будете полтора часа вычислять хэшкод то соответственно доступ к элементу будет полтора часа плюс одна операция на это не так что сосредоточиться здесь плане оптимизации производительности если вы пишете свой код да то надо конечно задуматься именно о хэш коде чтобы его не испортить там есть еще другие нюансы много еще других нюансов но когда мы вернемся после вначале нужно понять ну ладно хэшкод как он нам позволит решить задачу технически что можно с помощью до хэшкода вытянуть представьте я даю название разных товаров молоко хэшкод 15 кефир хэшкод 25 миллионов 737 у меня будут разные хэшкоды диапазон хэшкодов плюс минус 2 миллиарда не конечно было бы идеально создать в памяти массив с 4 миллиарда элементов и каждый хэшкод сразу попадать в нужную ячейку я беру кефир не дают хэшкод тот же самый который был в первый раз я тут же обращаюсь к нужной ячейке в памяти знаете получите информацию есть у вас это этот объект или нету вашей коллекции но что-то пока на 4 миллиарда мы не готовы по моему да то есть памяти становится больше жить становится легче но все-таки по моему 4 миллиарда тысячи это число которое мы готовы просто так под каждую хэш под каждый там коллекцию типа хэш таблицы отдать значит надо брать меньше сколько меньше вот например удивительно но в множество которые по умолчанию создаются обычно 16 начальное число элементов массива скромно да скромно но а вдруг у меня в я знаю что ты коллекции будут сотрудники моего предприятия их там у меня порядка пару сотен народ который мы потом возьмем стандартную коллекцию посмотрим как она работает в общем-то народ то понимает что разные ситуации те кто пишет библиотеки вы можете указать начальный размер естественно и рекомендуется указывать раза в два больше чем то что у вас будет в качестве числа элемент раза в два больше из вас пара сотен 500 но лучше брать кратно там как-нибудь степень двойки понимаете в целом в целом вот здесь показан как раз вариант на 16 элемент давайте теперь представим как мы там вот это мы будем программировать вот это и есть то что здесь нарисован когда мы запрограммируем это и будет коллекция которая называется множество и так смотрите изначально мы создаем массив понятно что он раз слова динамически присутствует может расти но предположим что нам хватит того числа элементов которые мы создаем поэтому наверное вот этот вот механизм роста мы как очевидный достаточно для динамических массивов пропустим но есть один массив сделать из него больше несложно важно что решает какую задачу решает массив смотрите ситуация такая у нас всего 16 элементов хэшкоды плюс-минус 2 миллиарда мы можем эти плюс-минус 2 миллиарда разбить на 16 диапазон легко никаких вопросов значит если хэшкод попадает в определенный диапазон значит там допустим от минус 2 миллиардов там надо на 16 разделить и мы узнаем сколько там будет до следующего значения соответственно можем сказать что в этой ситуации у нас с вами есть возможность считать что он находится в нулевой ячейки массива соответственно если хэшкод оказалось там какой-то положительный ну значит он за середину попал за что восьмой и восьмую ячейку попадает там в 9 и так далее массив изначально созданный все элементы в нем пустые и как только у нас какой-то новый в коллекцию добавляется элемент вычисляется хэшкод мы пересчитываем хэшкод из диапазона плюс-минус 2 миллиарда в номер массива там делим на 16 все это несложно выполнить и в этот момент этот элемент массива создается и мы туда кладем наш элемент так я не знаю товар тот же кефир ничего сложно да вот здесь вы видите четыре элемента зелеными кружками помечены вот они четыре были созданы в ячейке с номерами 1 3 так далее это пока не попал но может так получить что у меня 16 элемент я туда добавляю всего лишь 4 до всего лишь 4 а у него хэшкод получается в том же самом диапазоне вот как здесь под номером 2 конечно мог кто же гарантирует про хэшкод что не там только одна гарантия должна быть для двух одинаковых входных наборов данных одинаковых и что все все остальное как как получится поэтому абсолютно другой товар с абсолютно другим названием и он может оказаться в том же диапазоне под номером например кое-2 ничего страшно он добавляется под этим же номером по каждому вот смотрите по каждому номеру в этом массе и начинается связанный список каждый элемент этого динамическую массив это связанный список вот такая получается вложенность да и получается мы в прошлый раз и массивы смотрели связанные списки и сейчас мы готовы к множеству поэтому вот ну да да именно так и происходит и конечно же здесь вы понимаете что еще одна задача непростая перед теми кто пишет хэш функцию задача ставится вот я иногда в группе спрашив но какой например для слова из текста вот как в хэш вычислить ну и народа надо просто предлагать а давайте длину слова ну в таких группах я обычно соглашаюсь что спорить как вариант подойдет но вот если сейчас это просто как вариант а вот если посмотреть на то как работает коллекция множество то сразу становится понятно что этот вариант абсолютно неприемлем потому что что значит в виде хэш кода в качестве хэш кода возьмете длину слова какие у вас могут быть длина длиннослов один тире двадцать один правильно и и в разных языках это будет один тире двадцать один но в немецком может быть тридцать один но очень часто слова из какого-то числа букв как бы более популярно но получается все равно что весь диапазон длин слов он будет входить от там и от нуля до там с какого-то смешного значения это всегда попадет в один элемент динамическую массива и во что превратится наша коллекция связанный список и если коллекция выродится в связанный список просто за счет неудачного хэш кода генерации хэш кода неправильно то мы все потеряем плюс которые о которых мы так самом начале уже с вами настроились и типа что о быстрый поиск моментальный поиск вот выродится и все и не будет ничего поэтому хорошо вот например в данном примере мы будем с вами писать мы будем писать использовать в качестве элементов коллекции этой множество строк для строк у нас есть профессионально сделанные хэш функции в библиотеке все можно быть уверенным что она дает одна буква меняется в слове длина не меняется просто буква меняется с a на b но хэш код может оказаться вообще абсолютно другим просто и из плюса в минус предмет понимаете там используются битовые операции достаточно его можно посмотреть это не секрет как это все сделано все это в разных библиотеках вы можете найти посмотреть и требования вот если будете изучать на форумах генерацию хэш функции которые генерируют хэш коды то требование одно хэш код должен как можно равномернее покрывать диапазон плюс минус 2 миллиарда чтобы в разные ячейки попадать ну последним если красным специально написано вопрос чтоб я не забыл его обсудить и задать вопрос такой а когда вообще ну хорошо изначально массив мы не стали ни о чем думать задумываться и по умолчанию 16 элементов я положил туда в эту коллекцию сколько ты товаров еще добавлю еще добавлю но в каком а он вырастет этот массив в конце концов уже понимаете что все равно кто-то попадет в ячейку от 0 до 15 и если она уже есть значит он добавляется связанный список то есть он даже такой маленький динамический массив на 16 исходных позиций все равно может хранить себе сколько угодно элементов там тысяч десять тысяч но производитель не ставить теперь у нас когда я скажу дай мне мог кефир она обратиться к элементу 02 а потом ей придется по связанному списку до этой коллекции идти и смотри кефир 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 25 раз ячь никакой производительности уже вот это вот с моментальной не будем поэтому идея чтобы была производительность здесь очень простая есть определенные понятия фактор загрузки лод фактор который говорит что вот как только загруженность динам вот этого динамического массива переваливает за 070 75 75 процентов он должен вырасти смотрите не единица это значит в нашем случае 16 я добавил 16 элементов он сказал единицы выросли нет но от 75 зачем это сделать чтобы как можно меньше было связано список чтобы в идеале были почти везде по одной штучке и как только 075 то есть значит получается в шесть сколько там у нас 16 075 ну там чё там получается четверть 12 элементов как только мы добавляем 12 элемент у нас загруженность 075 и массив динамически вырастает два раза становится 32 все вы можете еще добавлять добавлять пока опять три четверти не будет загружен и вы скажете а если если вам это не нравится посмотрите внимательно то когда вы создаете массив может быть того множество да может быть там есть возможность управлять и эти но если вы помните если вы с самого начала создадите размер вот это начального динамического массива этой коллекции в два раза больше чем у вас есть число элементов то он ни разу не вырастет а это значит будут на эти все операции вырасти не будете терять время и не будет допустим если это какой-нибудь язык типа java не будет создаваться там мусор который убирать сборщику и так далее вот поэтому такая рекомендация вопрос конечно нужно а вот когда мы создаем допустим вас было 16 создается 32 элементы попадают со своими хэшкодами в другие конечно все пересоздается конечно да все серьезно потому что в два раза больше становится точек входа и соответственно они уже по разным элементам но там операция это ведь это сколько займет роста массива динамическую но просто новый создать это несложно потом надо пройтись по той коллекции приложить в эту коллекцию технически это несложно но чем больше тем хуже для вас хотя там всего лишь на все ссылки создаются до указателя они будут сами объекты копируются но все равно технически на это какое-то время уйдет но это не денешься то есть если вы изначально не владеете информации сколько будет она тогда ваше значение скорее всего будет потом превышена и вы будете с этим столкнетесь что массив этот динамический внутри для коллекции будет расти и так значит вот этот коэффициент загрузки по умолчанию 075 значит решили что это такое самая версия этого значения удобная она обеспечит и производительность ну и все-таки надо думать об экономии памяти да если я сказал бы давайте будет загруженность 02 просить я буду создать гигантские массивы буду использовать только 20 20 процентов 80 процентов памяти же просто кушается поэтому вот не зря у нас списка была последняя строчка используем дополнительные памяти массивах нет а у этих у всех есть и здесь дополнительное использование памяти конечно же тоже есть но зависит в видя вот этого факта тоже чем больше элемента тем больше дополнительной памяти вы испунили как что оценка будет тоже зависит от числа и метров так что идеал только массивы только массе не Ни одной коллекции по всем показателям идеально быть не может. Это факт. Итак, мне кажется, что вот сейчас так обсудив немножко, как это устроено, и пока еще это в голове свежо, надо написать 2-3 строчки кода и посмотреть на это. Давайте попробуем это сделать. У меня уже, естественно, все подготовлено. Ну, в плане того, что писать-то мы будем. У меня уже установлены NetBeans. Я по старой традиции использую среду, которая у нас на каждом компьютере есть, быстро устанавливается, если что. И язык программирования Java, тем более все коллекции, они, в общем-то, одинаковые. Это не суть важна. Но прошлый был пример тоже на Java. Итак, я открыл NetBeans. Наша задача сейчас создать проект какой-нибудь очень простой, с каким-нибудь простым названием Java АПП. Соответственно, в этом проекте мы вначале, естественно, попробуем какую-нибудь стандартную коллекцию, посмотреть, какие там есть возможности, какой там есть функционал, что она умеет. Ну, очень быстро создадим ее. Сейчас сделаем покрупнее. Что-то она никак не успокоится. Что-то ищет. Можно все равно удалять лишние строки. Много комментариев. Мне ничего не видно. Я думаю, вам тоже полэкрана занимают эти комментарии. Итак, что мы сделаем? Значит, у нас есть, мы же говорили, неупорядоченное множество, да? Вот. Для неупорядоченных множеств используется... О, какой интересный язык. Но не наш. Не наш случай. Хэш-сет. Вот тот тип данных. Сет это множество. А хэш есть три-сет. О, там будет бинарное дерево внутри используем и будет упорядочено. На хэш-сет внутри связан список. Понятно, что элементы добавляются в конце списка и, соответственно, сортированность, как понятие, теряется. Я не хочу, чтобы всякие были неожиданности, поэтому в эту коллекцию я собираюсь класть только строки. И пусть компилятор это проверяет. Объект нужно создать. Это понятно. Объект хэш-сет. Соответственно, вот. Вот здесь, в круглоскобочках, я могу ничего не писать. Могу поставить... 16 тогда будет начальное значение динамического массива. Могу поставить 32. Понимаете, да? Число начальных значений вот этих вот элементов. Сколько мне нужно? Так, что-то как-то 50... Как-то оно... Так, все. Сделано. Ну, надо что-то положить, естественно. Пока у нас ничего нету в этой коллекции. Смотрите, что здесь есть. Давайте посмотрим. Методов. Много ли здесь вообще стандартных коллекций методов? Если мы захотим сделать свою, то вы понимаете, что мы должны где-то стремиться к этому, да? Потому что наша не должна быть хуже. Вот, смотрите. Метод add. Все понятно. Метод... Это... Clear. Ну, clear такое... Мы не будем, естественно, реализовать. Это смешно. Убрать все, да? Ну, кому это надо? Это сейчас нам не интересен. Метод. Это совсем простенький. Вот важный метод. Contains. Как раз и есть тот самый поиск. И было бы неплохо, когда мы запрограммируем, убедиться, что это за один шаг. Ну, почти за один шаг, да? Remove обязательно. Всякие там из empty. Это вспомогательные методы. Какой-нибудь size, который возвращает число элементов. Да ради бога. Это все несложно вести под счет. Но вот получается, по сути, три основных метода. Добавить. Удалить. И наличие проверить. Время у нас ограничено, поэтому мы основные будем делать. Я и в прошлый раз не удалял, и в этот раз ничего удалять не буду. В конце концов, если у тебя что-то есть, тут же потом уничтожат. Ты всегда с этим справишься. Итак, давайте мы вызовем пару раз add и добавим сюда что-нибудь хорошее. Ну, я вот там, как на слайде, добавлял какие-то там названия букв греческого алфавита, по-моему. Бета, альфа и так далее. Да. Ну, три там, трех букв, я не знаю, четырех хватит. Поэтому сейчас мы это все ускорим по процессу. Естественно, не будем это все руками. Есть у нас автоматические средства всякого размножения и так далее. О, сигма, я такую знаю, букву сигма. Довелось в свое время вести сопромат. Это из него. Так, эпсилон. О, похоже? Нормально. Смотрите, очень красиво можно взять это множество, распечатать. Просто само множество печатается. У него реализован такой замечательный функционал, что не надо писать цикл. В нем есть уже сразу, видите, она выводит все. Обратите внимание, порядок. Не по алфавиту. Не так, как я добавлял по хэшкадану. Вот как они сгенерированы, как они попали, так оно и есть. Но это добавление наше, должна быть версия не хуже. Но зато по нашей версии мы сможем легко оценить. Увидеть просто глазами, какие команды, какие операторы нужны, чтобы это работало. А значит и скорость сможем увидеть, оценить. Я не стал здесь для этой коллекции писать тест, который проверяет скорость доступа к элементам. Потому что, по сути, это будет проверка скорость вычисления хэш-функций. Так, очень важно вот этот вот еще один сделать вызов. На любом множестве у нас всегда есть возможность спросить, а есть ли, ну вот я возьму сигму, да, сигма. Я спрашиваю, а есть ли там сигма? Ну, естественно, если нам ответят да, ну распечатаем ес, все будет понятно. Вот смотрите, да, мы видим ес, сигма есть, пожалуйста, я закомментирую эту сигму, запускаю, соответственно, еще раз. Ну и еса нет, и сигмы нет, и так далее. Кстати, что будет, если я два раза попытаюсь добавить сигму? Это тоже вопрос важный, принципиальный. Если запустить сейчас код, ну понятно, что сигма есть, понятно, что она одна, потому что это множество, уникальные элементы и так далее. Значит, здесь разница будет в том, что вот если посмотреть на то, как метод add работает, подсказка, видите, boolean он возвращает. Первый раз он вернет trove, второй раз boolean будет false. То есть он еще метод отчитывается, если он не может добавить, то, что там есть, он просто false возвращает. И то, что так же метод, который удаляет, он удаляет, если он что-то удалил, он вернет трое, если он ничего не удалил, мало ли вы что там набрали, он вернет false. Это очень легко, чтобы вам потом не переспрашивают, и сразу будете знать. Такой есть, такой, такого не было. Чего я удалял? Подумай, посмотри. В общем, я к чему это? Что нам примерно такую же лыбку надо, наверное, реализовывать, да? То есть это возвращает boolean, контейнс возвращает boolean и так далее. Ну и печать вот такая была бы неплохая. Все, вот оно стандартное. Стандартное множество. Чтобы понять, чтобы понять, как оно устроено, как оно работает, да? Потому что картинка – это хорошо, а код нагляднее. Мы должны множество написать. У нас должна вот эта строчка, у нас должно вот это все работать, а вот эта только одна строчка должна стать другой. Вот такой. MySet, пусть он называется, чтобы не изобретать ничего долго. Он будет называться MySet. Тридцать два. Ну, пусть тридцать два. Ух, что ли. Все. Вот этот код мы должны после того, как мы напишем MySet запустить, он должен точно так же абсолютно работать. Так, ну что ж, задача поставлена. Значит, теперь мы можем открыть, посмотреть наш проект. Конечно, красиво, когда классы отдельно добавляются. Поэтому я в отдельном файле добавлю новый класс. Где вот тут у нас, где тоже в самом начале, вот в середине почему-то. Называется он MySet. С этим именем мы уже разобрались. Вот, собственно говоря, и все, что нам нужно написать. Несколько строчек кода вот здесь вот, чтобы это работало. Так. Имя у нас уже есть. Пока что он там должен наследовать, зачем он это должен, мы не знаем, поэтому ничего не будем писать лишнего. Будем писать только то, вот конкретно то, что нам нужно, да? Все. Что нам нужно? Вот смотрите, что нам нужно. Вот, глядя на этот первый файл, я могу сказать, что мне нужен метод add, метод contains, мне нужна какая-то нормальная печать, ну и конструктор с параметром. Это очевидно. Нужен конструктор с параметром. Все с конструкторов и начнем. Это, наверное, самое простое. Хотя я, наверное, не прав, да? Все-таки, чтобы конструктору можно было сразу реализовать, нужны данные, которые он инициализирует. Поэтому давайте я напишу данные. Приват, паблик, паблик, приват писать нужно, но это не наш случай. Нам побыстрее хочется. Поэтому я не буду писать данные на приват, а методом паблик. И так понятно, что должно быть именно так. Нам нужна величина, которая называется КП, мы назовем ее как у всех, не будем сокращать, КП-сити. Это и есть тот начальный размер динамического массива, который создается, который потом может вырасти. Но это его размер. А сам массив, да? Ну, он тоже должен быть объявлен. Ссылочка на него должна быть объявлена. Соответственно, этот массив у нас будет состоять из элементов. Ну, скажем так, у нас это будут связанные списки. Помните, да? Каждый элемент – это связанный список. Потому что сколько там попадет значений? Один, два, десять – никто не знает. А вдруг у вас хэш-код совершенно безобразный, и все выродится просто в связанный список? Значит, он должен быть. В прошлый раз, по-моему, мы писали связанный список, мы его называли MyList, LList, LinkedInList, вот сокращенное название LinkedInList, квадратные скобки ставлю, квадратные скобки ставлю. Значит, у меня будет массив связанных списков, и его так вот принято называть, этот вот массив, Bucklet's, Bucklet's, корзина. Нет, Bucklet's. В общем, с английским я, конечно, хуже, чем с Java. У нас поэтому, как это правильно читается? Bucket. То есть, это некая корзина, которая является динамическим массивом, в которую мы складываем. В которую мы все это складываем. Чтобы мне вот этот вот код здесь все время не писал, что ты не прав, ты совсем не умеешь писать код, давайте мы здесь добавим пока пустой. Что ж такое? Добавим пока пустой связанный список, кстати, класс, вот этот LList, чтобы он пока здесь как бы наметим его, да, как тип данных. Ну, а потом не знает. Может, мы его возьмем готовым, может, еще что-то сделаем, но пока вот так его наметим. Да, нам его нужно будет реализовать, но зато вот этот код теперь у нас не будет подчеркнут в красном и не будет ругаться. Я сделал специальный класс внутренним, потому что здесь вот может возникнуть такой вопрос. А могли бы мы, например, сделать так? Ну, у нас что, связанных списков, что ли, нет? Готовых? Есть. Но не принято их использовать вот здесь. Почему? Здесь нужна как можно более эффективная, компактная, короткая реализация. Поэтому я понимаю, что такое связанный список, да. У нас есть там какой-то интерфейс, который нужно реализовать. Там 25 методов в нем будет никак не меньше. А ну, это здесь нужно. Нет. Надо добавлять, проверять, удалять. В связанном списке должен быть функционал, который только по минимуму необходим. Но это тем самым и память разгрузит, эффективнее все сделает. Так что будет такая минимальная реализация. Ладно, это будет дальше. А сейчас у нас, наконец-то мы можем, наконец-то мы добрались до конструкторов. MySet будет один конструктор. Соответственно, у нас будет MySet второй конструктор. Это будет уже с параметром. Нам надо задавать, что вот этот вот выбор должен быть, да, Capacity. Ну, Cap, напишу Capacity, да, чтобы написать ZIS и так далее. Итак, наша переменная Capacity, она должна быть инициализирована тем, чем желает пользователь. Пожалуйста, не вопрос. Да, и еще очень важным, естественно, элементом является создание этого нашего массива, который пока у нас просто есть, а сейчас он будет уже и создан. Так, массив. Как любой объект создается с использованием динамического выделения памяти. Используется тип листа у нас в качестве каждого объекта. А количество элементов мы теперь точно знаем, потому что у нас есть переменная Capacity. Все. Вот и все. Два поля, две инициализации, две строчки. Конструктор, который у нас первый, ну, дефолтный. Понятно, что значение должно быть, если пользователь не решился задать определено нами. Значит, мы можем переключить этот конструктор на конструктор с параметром. Есть возможность один конструктор переключать на другой. Такая конструкция ZIS 32 приведет к тому, что будет вызван второй конструктор. Ну, и, соответственно, с 32. Что так, в нашем ходе мы написали 32. Вариант дефолтный тоже будет 32. Все. Конструктор сделал. Итак, нам нужен метод. Boolean. Add. Какой еще нам нужен метод? Boolean, он тоже в собой Boolean. Boolean. Contain. Contains. S еще на конце там у них. Так, открыли скобочку, закрыли. Давайте еще раз посмотрим на этот код. Ну вот, add.contains. Печать нужна. Да, вот это отдельная история печати. Кстати, что мы здесь ругались? Вроде сделали my set. Ну, просто этот код еще не дописанный, тот еще не дописанный. Она поэтому не может их собрать вместе. Ладно. Так, нам еще нужна печать, чтобы было так же красиво. Написал, и она сразу все распечатала. Понятно, что, конечно, если посмотреть профессионально сделанную коллекцию, любую, там есть итератор, вы можете писать цикл, можете по одному элементу извлекать. Но когда есть возможность просто распечатать все вместе для отладки, это тоже удобно. Вот, и вы видели, это мы использовали. А для того, чтобы здесь это заработало, нам надо просто-напросто переопределить метод toString. Вот и все. Вот этот метод toString, когда мы переопределим. Ну, и сейчас какой-то return здесь надо, чтобы не было ошибок какой-нибудь пока с пустой строкой, например, написать. А вот это будет вариант toString. Ну, все. Здесь мы можем написать в конце пока заглушку, чтобы не было ошибки true. Ну, пусть точно такой же return напишем ниже, чтобы убедиться, что код у нас может быть теперь сохранен. И здесь должно все в конце концов исчезнуть. А, она же генерик. Я же генерик сделал, боже мой. Ну, такие вопросы. Что-то это не труд. Е. Ради бог. Она же там писала, что этот не принимает параметры, он уже не генерик. А теперь генерик, пожалуйста. Так. Ну, add у нас без параметров. Это понятно. Значит, здесь мы дальше сейчас должны будем реализовывать методы, потому что теперь эта строчка уже корректная. Значит, почему я e назвал тип параметра? От слой элемент. Мы же элемент добавляем. Пусть элемент. Можно было как c++, t назвать большой. Ну, это не принципиально. Просто имя параметра. Итак. Итак. Так как у нас теперь появилось имя параметра, метод add мы можем наконец-то нормально им написать. Потому что у нас что должен метод add делать? Мы должны добавлять элемент. Какого? Как мы заявили, используя этот синтаксис параметризованных классов. Ну, а имя у него? Ну, k его обычно называют. Добавляем элемент. Вот и все. Вот он так будет этот метод. А contains точно так же выглядит. Он тоже возвращает буллин. И contains должен на вход передать что-то. Тот же самый элемент с типом e. Я спрашиваю, есть или нет. Наверное, разумно бы вначале реализовать contains или добавление. Нет, наверное, все-таки добавление. Самый основной метод. Давайте с добавлением разбираться. Это для нас основной метод. Итак, что здесь должно происходить? Вот нам дают новый элемент. Массив у нас есть. Buckle создан. Корзина. Но в ней все элементы отсутствуют. Поэтому каждый новый элемент, если он необходим, он должен динамически создаваться. Но то, что вас просят добавить, может быть, уже и есть. Зачем тогда add напрягаться? Поэтому первой строчкой мы просто отсекаем все ненужные вызовы метода add. Мы спрашиваем, если... Ну, естественно, вызываем себя же, contains. Мы, естественно, проверяем то, что нам на вход передали. Если contains возвращает true, то мы возвращаем false. Все. Вот это и есть тот самый случай, который повторная добавка. Вот как там была у нас коллекция сигмы, должна ничего не изменить, никаких действий и вернуть false. Все очень просто. Так, хорошо. Но это такой частный случай, по сути, который надо было реализовать. И мы его реализовали. А следующая строчка. Нам надо пересчитать хэш-код, который у нас есть, у ключа. Окей, да? Есть хэш-код. Вы скажете, а вдруг у него нет? Такого быть не может. Это невозможно. Вот смотрите. Можно, конечно, было в отдельной строчке взять ключ и у него, поставив точку, вызвать метод, который возвращает хэш-код. Вот так называется в Javit хэш-код. В других языках может называться как-то иначе. В net, по-моему, чуть по-другому называется. Но в целом все примерно выглядит одинаково. Вы скажете, откуда он взялся? ExerArchia. У нас на вершине археобжект, и в обжеке он есть. Он полиморфный, виртуал метод. И мы же сейчас со строкой будем работать, но он в строке переопределяется. Если вы напишите свой класс товара, то вы, скорее всего, должны будете для него переопределить хэш-код. Если вы это сделаете плохо, вы сами виноваты. Понимаете? Здесь вот, да, придется думать. Но мы сейчас будем заниматься... Не, не нужно вызывать отдельных... Нам нужно посчитать индекс с... Нам нужно пересчитать хэш-код в индекс от нуля до капсисти минус один. Все. Значит, наш индекс равен. Ну, я не знаю, зачем я это сделал. Мне как-то было неохота было с отрицательными числами возиться. Я взял по модулю, потому что хэш-код же может быть любой. Плюс-минус 2 миллиарда. Поэтому я взял по модулю вот этот кей. Взял его хэш-код. Ну, взял по модулю. Все. Ну, это пока ничего не изменило. Это от нуля до двух миллиардов. Да, это пока не пересчет в индекс. А пересчетом в индекс, естественно, будет... Мы должны его разделить на что-то. На сколько у нас этих элементов. Ну... Ну, я буду делить на 32, хотя это неправильно. Потому что так как мы плюсы и минусы объединили, наверное, у нас получится, что все уместен. Хотя нет, почему? Если я плюсы и минусы объединил... Ну, в общем, ладно. Делить можно было бы подумать. На что? Значит, я буду делить на размер одного элемента. Размер одного элемента берется... 2 миллиарда и делится на 32. Вот такой размер нашего элемента. У нас 32 элемента в массиве, да? Соответственно, каждый элемент... Это есть 2 миллиарда. И разделить на 32. Вот такой диапазон хэш-кодов попадает в каждый элемент. Ну, как взять 2 миллиарда? Это просто. Мы берем тип данных integer. У него есть max value. И это max value размер, сколько там всего мы на КП сети делим. Понятно, что надо брать КП сети, потому что у нас может расти. Может быть сегодня 32, завтра 64 и так далее. А поделить на остаток от 32? В смысле, получить остаток от 32, использовать это как? Ну, можно было бы по-разному, да, согласен. То есть, можно было бы пересчитать. Тут главное, чтобы диапазон не промазали, да, чтобы у вас массив от 0 до 16, чтобы вы попадали, ну, в смысле, от 0 до 15, чтобы вы попадали туда. Вот и все. То есть, пересчет любой. Согласен. Можно было взять и, например, вариант остатка отделения. Итак, хорошо. Значит, все. Теперь у нас номер элемента есть. Мы проверяем. Это тоже обязательная проверка, потому что, если мы это не сделаем, у нас массив-то пустой, у него уже ничего нет. Мы берем этот элемент массива, если этот bucket, который у нас там есть, с этим индексом окажется, что он равен чему? Его нет. Значит, он 0 равен 0. То есть, его нет. Вот его надо создать. Вот теперь он создается. Так, равен, ну, выделение памяти, понятно, new, l, list, каждый элемент связанных список. Ну, там связанных список, никаких хитростей. Ну, тоже мог быть генерик, это понятно, да. Ну, здесь это уже, если пишется в профессиональный код, понятно, все там должно быть культурно. Вот в данном случае мы просто говорим, связанных список. Раз, это при необходимости. А если он уже есть, этот элемент? Ну, если этот элемент уже есть, не вопрос. Значит, тогда мы его не создаем. Значит, в него, как связанный список, все равно будет что-то добавляться дальше. Смотрите. Мы берем bucket index. Это какой-то элемент. Это все равно любой элемент, это связанный список. И у нас, когда мы писали в прошлый раз связанный список, метод назывался put. Ну, вообще так принято, да, связанный список добавлять с помощью вызова put. Все. Вот, вот это все, что мы здесь написали, это и есть добавление элементов в коллекцию. Больше ни одной строчки не нужно. Это по производительности, вы понимаете, да, соответствует проверка тому, есть элемент или нет. Если у нас нет этих длинных цепочек, связанных списков, это происходит, соответственно, будем считать, да, одна операция, проверили. Вычисление хэш-кода, здесь мы можем потерять время. Ну, а уж это, простите, вообще не операция. Добавляется элемент в конец связанных списков. Это делается просто одной командой, добавили. Поэтому, в целом, вот оно, все, что мы могли здесь себе написать. Кей написал, как я неправильно. Так, ну, пока не связанного списка, put тоже нет. И теперь наша задача реализовать второй метод. Contains. Так, давайте пробовать это делать. Значит, с чего начнется contains? С чего начнется? С этой же строчки. Нам дали объекты, спрашивают, есть такой или нет. Но мы вычисляем номер элемента массива, где он может быть. Ну, понятно, что формула должна быть одинаково. Все, индекс мы вычислили. Дальше. Мало ли, что вас спрашивают. Вас могли спросить, где этот наш код? А есть ли у вас и тут написать любую абракадабру? Ну, понятно, что ее нет. Но вы же у этой абракадабры хэш-код посчитаете и попадете в какой-то элемент массива. А он может отсутствовать вообще. Поэтому здесь должна быть тоже проверочка, естественно, которая спрашивает. А если вот этот вот Bucklet индекс равен 0? А если его просто нет? Такой может быть? Да. То в этой ситуации мы просто говорим, что... Ну, раз такой элемент даже не был создан, понятно, что этого элемента, который нам предлагают сейчас поискать, его гарантированно нет. Мы говорим, извини, нет. И возвращаем false. Но это вариант, когда его нет. А если оказывается, ну, реторм понятно, что мы завершаем этот метод. Если мы проходим ниже, то ниже, значит, мы попадаем в какой-то элемент, существующий в этом баку. Это связанный список. Неважно, там, один или сто элементов связанных в списке, нам надо по нему идти. Поэтому мы пишем цикл. Связанный список, если он написан культурно, должен поддерживать какой-то из вариантов итераторов. Мы возьмем цикл для коллекции. Самый, скажем так, вариант простой. Мы берем, так как у нас он не генерик, л-лист, видите, по обжекту, а элемент, каждый элемент из коллекции, из коллекции, из коллекции. Баклет-индекс, это и есть коллекция, каждый элемент коллекции, связанный список. Все, мы говорим, давай нам каждый оттуда элемент, и мы будем его проверять. Как? На equals? Только на equals. Потому что именно equals позволяет нам сравнивать объекты на равно по внутреннему содержанию. Если вы берете строки, там equals выполняет по символьным сравнению. Если вы пишете свой тип данных, вы должны там реализовать equals, свою версию, которая будет с точки зрения вашего объекта, вашей бизнес-логики убеждаться, что это одинаковые сотрудники, одинаковые товары, одинаковые, там, я не знаю, кто и что. Так, поэтому смотрите, что получается. Если, если вы написали, да, вы берете элемент, точка, берете equals, скажете, а он у всех есть? Ну, если вы его не написали, вы его унаследовали от объекта. Значит, соответственно, здесь что получается? Устраивает вас такая реализация, которую вы унаследовали от объекта? Ну, скорее всего, нет. Ее надо переопределять. Для своего типа данных, equals, если вы собираетесь работать с коллекциями, надо, тем более с такими, как множество или хэш-таблицы, equals надо переопределять. Итак, если equals возвращает true, значит, они одинаковые, и значит, элемент, который нас спросили, есть. О, это и есть та ситуация, когда мы должны вернуть true. Все, мы в цикле идем по всем элементам. В цикле идем по всем элементам. Так, соответственно, здесь, а, ну да, у нас еще не написан l-list, она говорит, для него не работает цикл для коллекции. Ну, заработает, когда мы это сделаем. У нас ни пута нет, ни итератора нет, понятно, что сейчас оно пока не дописано. Так, хорошо, но это отдельная история. Поэтому наша задача сейчас реализовать оставшийся один метод toString, который как-то красиво должен распечатать. Ну, мы видели, как квадратные скобочки через запятую, чик-чик-чик-чик-чик, там все элементики печатаются. Ну, и что-то такое, мы все, мы не можем, что ли, позволить себе квадратные скобочки? Конечно, можем. Поэтому давайте здесь, в этом методе toString, который превращает объект в какой-то строковый эквивалент, возьмем замечательный тип данных, не знаю, почему я назвал даты этот объект, может был назвать его str, возьмем какой-нибудь объект, например, string builder, который позволяет работать с динамическими сроками изначально, изначально мы можем туда сразу положить вот этот объект, открывающий квадратную скобку, что, квадратное, сказал, что будет нормально, все, вот у нас есть string builder, что она тут хочет? Заменить string buffer? Не, не надо заменить, спасибо. Это немножко увлекла система. Так, а вернем мы как раз вот этот объект str, но он не того типа данных, он же не string, но у него есть свой собственный toString, который вернет нам строку. Ну вот, смотрите, значит, нам теперь осталось только пробежаться по всем элементам массива и по всем связанным спискам, но вообще целая история. Но с другой стороны, ничего сложного нет, как ходить по массиву, это вообще не вопрос. Это классический цикл for со своим индексом и, ну естественно, от нуля, понятно, все здесь понятно, что и меньше, у нас есть вот этот вот bucket, у него есть массив length, и нам надо плюс-плюс идти вперед. Так, первый цикл мы написали. Внутри этого цикла мы проверяем, все время приходится проверять, к сожалению, иначе невозможно, что элемент существует, иначе мы нарвемся на неприятности. Так, проверяем, что и ты элемент существует, bucket и ты не равен 0. Значит, что-то там лежит, и в этом случае мы реализуем в этом ифе свой цикл, который мы уже писали. Вот, вот этот, для коллекции. Ну, тоже немножечко скопируем, чтобы было чуть быстрее. Итак, я беру, пишу цикл, который теперь внутренне идет по связанному списку, неважно, сколько там элементов, надо идти, и каждый элемент найден. Я в str добавляю специальный метод append, который позволяет туда добавить, что я беру элемент, точка, неважно, кто он, toString, точка, после круглой скобки, но давайте перенесу на новую строку, чтобы как смотрелся культурно. Здесь еще раз точка, снова append, мы же через запятую хотели, значит поставлю запятую, точка, запятую. Ну, вот так будет добавляться. То есть я добавляю сам элемент, запятая, сам элемент, запятая, сам элемент, запятая, и все. Единственное, что получится здесь не очень хорошо, то, что у меня в конце будет просто лишняя запятая. Ее надо убрать. Ее надо убрать. А может вообще оказаться, что у вас пустая коллекция. Тогда у вас будет открывающая квадратная скобка, запятая. А вот если посмотреть, как работает стандартная коллекция, когда просишь распечатать пустую множество, у вас пустые квадратные скобки. То есть должна быть закрывающая квадратная скобка, но не должна быть лишней запятой. Ну, можно было бы боксить с этой одной лишней запятой, да, но несложно от нее избавиться. Но это целая строчка кода. Поэтому давайте я, вы сами подумайте, как это проще сделать. А я сейчас добавлю append и добавлю, ну да, в одинарных кавычках можно, будет у меня лишняя запятая. Но зато будет видно, что это моя работает коллекция. Немножко нестандартная. Чуть отличаться будет она от стандартной. Так, хорошо. Ну вот все сделано. Все, что мы хотели, мы сделаем. Пожалуйста. Ничего сложного. Вот давайте посмотрим на производительность contains, да. Самый основной метод. Он тут вызывается, сам contains, wet вызывается, да. Поэтому вот его производительность. Значит, от чего это зависит? Хэш-код. Это серьезно. Можем потерять производительность. И вот. Если здесь в связанном списке будет один элемент, то проверять нужно один элемент, да. По сути сразу. В целом, можно было бы, например, на какой-то написать оптимизированный код, сказать, мы оптимисты. Мы верим, что почти в каждом связанном списке один элемент. И мы проверяем только первый элемент. И если он не совпал, пытаемся проверять дальше. Потому что, ну, скажем так, в 80% случаев должно быть, что он и есть. Может быть, тогда можно было там написать такой if первый элемент, а потом пошел цикл, да. Может быть, это дало бы больше производительности. Честно, не знаю. Это какие-то копейки. Вот в целом какие-то копейки. Но если у вас действительно в каждом связанном списке один элемент, то здесь, по сути, одна операция. Одна итерация плюс сравнение. Equal заработает, ну, как вы его напишите, по всем полям сравнивать. Не должно долго. В общем, вы видите, да, что здесь действительно в идеале, если у нас нету цепочек, мы за один шаг узнаем, есть элемент или нет. Соответственно, практически с такой же скоростью мы его добавляем. Вот мы узнали, что его нету, и мы его добавим. Так. Ну вот. Осталось только запустить и порадаться до нас. Да? А я с вами L-Link. А? Да, L-Link не хватает. Да. Мелочь такая. Согласен. Ну, я просто смотрю на время, а оно время, понимаете, стремительно несется, да. Поэтому, если мы сейчас начнем руками писать связанный список, это будет не совсем правильно. Почему? Ну, мы же делали это в прошлый раз. Поэтому я себе позволю найти, 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 это наш список. Вот здесь у меня есть немножко заготовочка. Я уже что-то здесь писал. И вот этот вот, уже какую-то я реализацию для этого L-Link уже сделал. Смотрите, значит, вот сейчас я скопирую этот весь L-Link практически такой, как он был у нас. Ну, большой код получает, ну, ничего не сделаешь. MySet это уже нету, вот он заканчивается здесь. Ну, по диагонали, конечно, посмотрим, но давайте сейчас его вначале скопируем. Итак, где он у меня здесь? О, вот одна строчка. Поставим побольше пробелов, поставим тут комментарий. Вот туда пошло наше все, что мы делали. А вот то, что мы скопируем. Смотрите, что из себя представляет связанный список в данной реализации? Во-первых, он реализует всякие разные итераторы для того, чтобы можно было писать цикл для коллекции. Раз. Дальше. У него, как и должно быть, есть такой вложенный объект под названием ноды, да, потому что там должны быть данные и ссылка на следующий элемент. Данные. Тут ссылочка только вперед. Хорошо. В метод put добавляем элемент. Если создаются ноды, в которые помещаются эти данные, и добавляется элемент. Элементы всегда добавляются в конец связанном списке. Это put to end, по сути. И нам нужны итераторы. Вот этот весь код, который, собственно говоря, не хотелось писать, основной здесь код, это код, который позволяет создать, реализовать интерфейсы, iterable, iterator и так далее, которые позволяют работать цикл для коллекции. Мы, по-моему, в прошлый раз это писали, разбирали, потому что здесь, в общем-то, достаточно стандартный код, коллекция множества, но никакого отношения он не имеет. Но вы понимаете, что здесь отсутствует метод удалить, потому что если мы захотим полную функциональность сделать множество, соответственно, в связанный список должен быть метод удалить, соответственно, тогда вы сможете реализовать и здесь метод в самой коллекции тоже удалить. Зато после копирования, посмотрите, что у нас здесь, пожалуйста, put работает, вот он, да, в Эдди, цикл работает, ну и так, есть такое ощущение, что мы можем попытаться и запустить эту программу. 6. Вот видите, моя запятая в конце, которую я не убрал. Работает. Пожалуйста. Вот множество. Лучше вот это, наверное, открыть. Вот реализация множества. Динамический массив, каждый элемент, связанный с списком. Связанный с списком облегченной реализации. Самое сложное здесь, это ваш, если это вы пишете хэш-код, это ваш хэш-код. Неудачный хэш-код приводит к проблеме. И поэтому, чтобы как-то для себя еще раз посмотреть и понять, что мы сделали, давайте, и чего мы не можем сделать, используя эту коллекцию множество, давайте мы сейчас пробежимся вот по оставшимся слайдам. Оставшиеся слайды нам предлагают как раз подумать над плюсами. Начнем с плюсов. Это правильно. Смотрите. Основным плюсом для этой коллекции является вот эта оценка, которая единица равна, то есть она не зависит от числа элементов, имеет константное значение, что добавление элемента. Это наш метод add. Поиск, наш метод contains, он происходит, ну скажем так, быстро. Время константное, не зависит от числа элементов в множестве. Это, конечно, в идеальном варианте, если он не выгляделся в связанных списках, но мы, конечно, должны именно к этому и стремиться. Следующий очень, ну это основной плюс, да, это основной. Никакая, ну ладно, я хотел сказать, никакая другая коллекция. Ладно, у нас есть коллекции, которые хэш-таблицы, которые реализованы по той же самой системе, да. Понятно, что в них тоже происходит быстрый поиск, вот. Но никакая коллекция, там массив, связанный список, очереди, стеки и так далее, они близко подойти к такой производительности в плане поиска не могут. Еще что для нас является большим плюсом множества. Если взять множество из библиотеки, ну вот мы видели там хэш-сет, я просто пальцем специально не тыкал в него, в этот метод. Но там есть готовые методы объединения множеств, пресечения множеств. Понимаете, что это сэкономит много вам сил и много строк кода. Представьте, у вас есть два массива, в одном хранится список сотрудников первого отдела, а в другом пятого отдела. И вам надо найти сотрудники, ну может кто-то там работает по совместительству в двух отделах, да. И вам надо будет брать каждого сотрудника в цикле и в цикле проверять, если он в другом. Брать в цикле и в цикле проверять. Вы напишите два вложенных цикла, а смысл? Если бы я сделал два множества, просто просил бы, дай мне пересечение и проверил бы, пустую оно или нет. Это одна строчка кода. Поэтому это удобно. Ну и еще, конечно, таким плюсом, немножко искусственным, на мой взгляд, является, это то, что можно создавать упорядоченные множества, где, ну, это тоже в каких-то ситуациях важно. Я хочу, чтобы добавление элемента не сбивало мне, вот, допустим, в алфавитный порядок, как выводят сотрудники или товар. Это важно для, если я вывожу эту информацию на экран. Зачем мне потом сортировать, если я могу сразу сделать это корректно? Может, я хочу по другому критерию как-то отсортировать и так далее. Это все возможно, есть специальное множество, которые вот на этих бинарных деревьях основаны. Это тоже возможность такая потенциальная является плюсом. Вообще, на самом деле, я туда третью позицию давал, потому что мне нужно было, чтобы было три плюса и три минуса. На самом деле, причины в этом. А вот они минусы. Смотрите, здесь от вас требует вот эта коллекция, да, чтобы вы осознанно сделали выбор между объемом памяти, который транжирится, и производительностью. Вот помните значение по умолчанию 0,75? Оно вас устроит. Но если удачная хэш-функция, может быть, да, может быть и нет. А может быть, вы скажете, я хочу еще быстрее. Вопрос. 0,5 сделай. У тебя будет тогда заполнение 50%, и она потом только будет расти, только после этого будет расти эта коллекция. Но производительность должна повыситься, потому что вероятность появления цепочки, связанная в списках, уменьшится. Второй минус. Кто-то, ваш коллега, написал неудачную хэш-функцию. Ну, просто не знал он всех этих вот этих вот, этих вот, этого. Он всего не знал. И взял первую папашу и все написал. Вот как, двина строки в качестве хэш-кода этих слов. Все. Вырожденный будет у вас множество, связанный список к этой коллекции выродится. Ну и все, значит, вы потеряли все плюсы. У вас остались только плюсы, связанные с списком. К сожалению. И это вероятно. Это очень вероятно. Потому что, может быть, даже отдельный семинар стоит провести, да, по нахождению, написанию, сравнению. Ну, просто я видел готовый пример этих всех сравнений с кодом и так далее, выложенный в сети и не один причем. Поэтому, ну, что там эти минусы разбирать, в смысле, писать специальные эти хэш-функции свои, не знаю. И еще один момент, который очень важен. Это говорится во всех библиотеках, там, джававской, майкрософтовской, дотнетовской, там, и так далее. Дело вот в чем. Вы же будете хранить в коллекциях не только строки, естественно, а какие-то свои объекты, свои типы данных, которые вы разработали. И тогда обязательным требованием является согласованность между методом equals и вот хэш-функцией. Для двух одинаковых объектов, которые возвращает equals, должен генерироваться всегда одинаковый хэш-код. Это требование к хэш-коду. Это требование по согласованности. Так как вас не устраивает, как библиотека сравнивает двух сотрудников, вы всегда будете в свою версию писать equals. Значит, вы должны писать в свою версию хэш-код. И вот тут испортить как раз второй пункт, да, легче, легче. Взять, например, в качестве хэш-кода и возвращать ID сотрудника из базы. И сколько у вас сотрудников в базе? 50, и все они попадают в один элемент массива. Все, связан список. Понимаете, да? Поэтому здесь нельзя вот так вот с кондачка решать вопрос, а какой же у вас будет хэш-код. Он должен быть распределен от плюс-минус 2 миллиарда. Только такой вариант. Правильно. Ну и финальная таблица, которая была в предыдущем. И теперь в этом я немножечко, вы видите, да, поджал ее, оставил те, которые у нас были, добавил сюда хэш-сеты. Это как раз есть те самые множества, которые не упорядочены. И смотрите, вот все, что там добавление, добавление, много строк там по-разному это все выглядит. Здесь везде стоит оценка единицы. Потому что для хэш-сета нету такого понятия добавить начало, добавить еще куда-то. У него есть только просто добавить. Куда он разберется сам? Это его внутренняя механика, но оценка здесь не зависит от числа элементов, поэтому единица. Что еще у нас есть хорошего? Поиск элементов. Единица. Н, если вырожденный в связанный список, к сожалению, такая вероятность существует, поэтому это здесь пришлось написать. И последнее, да, используем дополнительные памяти. Ну, да, она используется, причем достаточно серьезно, вы видели. Если большое число элементов, чем больше, ну, оценка Н, понятно, чем больше, тем будет больше. Но еще есть коэффициент загрузки, может быть, надо было не плюс поставить, а умножить, да, или там, я не знаю, разделить на него. Потому что, если возьмете 0.5, значит, в два раза будет лишней памяти использоваться. Если возьмете 0.75, всего лишь четверть, ну, это тоже ваш выбор, это ваш выбор. Вот, пожалуйста, сравнение хэшсетов с остальными коллекциями. Плюс поиск. Первый строчек. Ни у кого нет единицы. Из тех, кто у нас здесь приведен. И остается один вопрос, да. Ну, что может коллекция, множество вам заменить все остальные коллекции, и можно ей одной всегда пользоваться и решать задачи. Ну, естественно, нет. Понятно, да. Конечно, нет. Потому что в каких-то ситуациях мы просто хотим тупо экономить память и обращаться к элементу по номеру. Берете массив и не знаете горя. В каждой ситуации вам придется осознанно делать выбор, какая для вас коллекция наилучшая. И идеального варианта все равно никогда не будет. Поэтому в следующий раз мы еще раз должны будем вернуться к этим коллекциям и добавить сюда еще одну, в эту таблицу, которая будет уже хэш-таблица. Но я буду как раз разбирать хэш-таблицу на базе деревьев бинарных. Потому что, ну, чтобы было что-то интересное, новое, бинарные деревья тоже интересный способ хранения данных. Тем более, возможность поддерживать упорядоченность с помощью бинарных деревьев. Итак, еще раз смотрим на этот слайд, еще раз смотрим на этот слайд. Если какие-то у нас остались вопросы, Дмитрий, Марат, вы можете писать. Юрий тоже, да, вот, пожалуйста, спрашиваем, если что-то еще нужно обсудить. Если вы захотите узнать подробнее о коллекциях, о программировании, то, пожалуйста, вот на этом слайде написано, куда вы можете обращаться. Мы с радостью вам расскажем про C-Sharp, про Java, про коллекции, которые есть на этих платформах, про другие языки программирования, про их коллекции. Обращайтесь, всегда поможем. Следите за нашими семинарами на сайте специалиста. Не только я один, много преподавателей ведут. Темы могут быть совершенно разные и иногда даже неожиданные.